Площадкой для семинара по определению будущего воздушных роботов стал полигон Даманова. Его можно назвать трамплином для беспилотных комплексов. Здесь многие образцы впервые поднимаются в небо. Здесь же определяется их роль и место в армейском строю. Мы для себя определили, что это перспектива в плане кооперации, применения как пилотируемой авиации, так и беспилотной авиации. Ряд задач, возложенных в настоящее время на пилотируемую авиацию, можно легко переложить на беспилотные летательные комплексы. Прежде всего, это ведение разведки, корректировка огня, изучение обстановки на поле боя. Еще несколько лет назад на пальцах одной руки можно было пересчитать количество отечественных предприятий, способных разработать беспилотные аппараты. И, как правило, они во многом повторяли зарубежные аналоги. За короткое время картина радикально изменилась. Ликвидируя отставания, военные и конструкторы не только срезали углы, но и вышли вперед по целому ряду направлений. Неслучайно Беларусь уже стала экспортером роботизированных технологий. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы появится и какой-то ударный беспилотный летательный аппарат, который будет способен нести и вооружение. На полигоне поражает разнообразие линейки летательных аппаратов. Под каждую задачу можно выбрать несколько вариантов. Тут и дирижабли, и сверхманевренные модели, и комплексы вертикального взлета. Такие, как этот гексалет. Его габариты исключительно устойчивы. Стабилизация, которая обеспечивается электронным компонентом, который здесь у нас используется, и программным обеспечением, дает возможность использовать его в таких местах, где они недоступны другим летательным аппаратам. Он может быть, в принципе, использован в условиях, когда зайти в помещение, в какие-то небольшие помещения, подлететь в узкие места. Развивая беспилотную авиацию и готовя для нее кадры, военные помогли адаптировать воздушных роботов к интересам других силовых структур и народного хозяйства. Ведь на крыльях беспилотных комплексов гораздо быстрее можно достичь новых высот. Константин Гагарин, Валерий Шульга, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».